Самореализация важна для любого человека. Это знает путешественник Владимир Воскевич. Он побывал во многих регионах России и разных странах, хотя еще в детстве лишился зрения. На днях молодой человек посетил Иркутск и встретился с местными школьниками. Для чего, расскажет Даниил Седов. С этой тростью Владимир Воскевич объехал 70 регионов России и 28 стран. С ее помощью молодой человек ориентируется в пространстве. Путешественник в раннем возрасте потерял зрение, но это никак не помешало ему изучать мир. В Иркутск 29-летний житель Санкт-Петербурга приехал для того, чтобы рассказать школьникам, как живут люди с ограниченными возможностями. А сама столица Прибайкалья приятно удивила путешественника. Мне город очень нравится. Очень много интересного и архитектурно, и каких-то вещей. При этом есть тактильные истории, которые можно потрогать. В целом город очень дружелюбный. Сибиряки сами по себе люди гостеприимные. И для меня в путешествии всегда, в первую очередь, важны люди. И в Иркутске они открытые, добрые, ну и всегда готовы помочь. Но иркутским школьникам Владимир рассказал о другом, о своем проекте «Путешествие в темноте». Это видеоблог о разных уголках мира и людях, с которыми знакомится молодой человек. Например, два года назад путешественник съездил на Байкал, и несмотря на свой диагноз, он смог взобраться на скалу Вангасолки и разрисовать корабль на Альхоне. Таким образом, Владимир вдохновляет и взрослых, и детей. Благодаря его примеру можно очень много для себя открыть. Так же, как он. Хотя вот у меня все возможности есть для этого. Я вижу, слышу, могу говорить. Поэтому я думаю, если он может, то я могу открыть что-то для себя очень много нового. Из того, что Владимир представляет, это, во-первых, уметь планировать, уметь достигать свои поставленные планы и доводить их до конца. И, я бы сказала, третье – никогда не останавливаться. Все это подводит к тому, что каждый человек и каждый ребенок, чему учит Воскевич, нужно прежде всего верить в себя. После этой встречи, возможно, поверят в себя и школьники с особенностями здоровья, которые учатся здесь, в данном образовательном учреждении. Их более 80. И такие лекции для них – это мотивация жить полноценно. Ведь почувствовать этот мир, наверное, даже важнее, чем просто его увидеть. Данил Седов, Павел Рютин. Новости по будням.